22 июня в России, День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны большинство мужчин, сотрудников библиотеки Казанского университета, были мобилизированы в Красную армию. В наше время трудно представить, в каких тяжелых условиях тогда работали сотрудники библиотеки. Из кругосветного путешествия вернулся мастер спорта, яхтник капитана океанского плавания и руководитель парусной школы при Федерации парусного спорта Татарстана, 72-летний Алмаз Алеев. Тогда было страшно за команду, потому что и качалось и топливо, и продовольствие. Всем привет! В эфире универ НИУСА в студии Мария Журавлева. 22 июня руководство КФУ возложило цветы в ректорском садике под стеллой с именами сотрудников и студентов Казанского университета, ушедших на войну в 1941 году. Все подробности в сюжете. Церемония возложения цветов к памятной стели и к бюсту татарского поэта, героя Советского Союза Мусы Джалиля, на Аллее Славы, приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошла сегодня, 22 июня, в Казанском федеральном университете. В мероприятии приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров, представители ведущих вузов у Республики Узбекистан и Киргизия, проректоры Казанского университета, директора институтов и департаментов. Мы должны сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась, и чтобы наши молодые люди никогда не смотрели друг на друга через прицел оружия. Аллах Берсен, дай Бог, так это и будет. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы мы с вами возродили те все лучшие традиции, которые нас всегда связывали и на тех традициях, на которых мы с вами воспитывались. Традиция возлагать цветы в дни, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, именно в ректорском садике появилась в апреле 2015 года. Здесь запечатлены имена студентов и сотрудников университета, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. А также установлены бюст татарского поэта-героя Советского Союза Мусы Джалиля и символическая мемориальная композиция, представляющая собой вереницу белоснежных журавлей, улетающих в небо с георгиевской лентой. По завершению церемонии ректор КФУ объявил минуту молчания. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. 22 июня в России день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Мы решили рассказать вам об уникальном издании «Красная татария», о том, как была организована работа библиотеки Казанского федерального университета в годы войны, а также вспомнить 9 мая, день Великой Победы. «Красная татария» «Красная татария» «Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, нерванские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». 9 мая мы отмечаем 76 лет со дня Победы Красной Армии и Советского народа в Великой Отечественной войне. Мы вводили рукописи редких книг в научном библиотеке имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Чтобы по-настоящему прикоснуться к истории, мы вместе с вами откроем газету «Красная татария» за 9 мая 1945 года. Менялись названия, но газета сохранилась и до наших дней. Правда, под другим названием. В современном виде «Красная татария» выходит как общественно-политическая газета «Республика Татарстан» 5 раз в неделю. Первый же номер газеты вышел под названием «Рабочий» 13 апреля 1917 года. После Октябрьской революции получил название «Знамя революции» и затем неоднократно менял свое название. «Знамя труда», «Известия Тацика», «Красная татария». В 1951 году стал называться «Советская татария». В 1967 году газета была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. К середине 1970-х годов тираж газеты достигал 175 тысяч экземпляров. В начале 90-х годов получила современное название. Вот прямо сейчас перед нами два пошива газеты «Красная татария». «Красная татария» выходила в нашем городе. День за днем освещала события, вершившиеся как на фронтах Второй мировой войны, так и в нашей стране, в республике, в Казани, а подчас и в Казанском университете. Вот перед нами два пошива за 1945 год. Один из них на русском языке. Мы с вами открываем, и здесь сразу же первый номер за 1 января 1945 года. Нас поздравляют с Новым годом, товарищи, вперед к полной победе. Здесь тоже нас поздравляют, но уже на татарском языке. Мы с вами открываем, тоже начинается с 1 января 1945 года. Но интерес представляет для нас выпуск за 9 мая 1945 года. Мы с вами открываем, перелистываем. И вот мы с вами открыли пошив газеты «Красная татария», которая выходила на русском языке. Среда номер 90, выпуск номер 90, среда 9 мая 1945 года. Да здравствует наша победа! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Сегодня день победы, торжества нашего правого дела. Крупно портрет Иосифа Сталина. Слава Красной армии победительницы. В военные годы штат библиотеки уменьшился более чем вдвое. Изначально было 112 сотрудников, к концу 1943 года осталось 45. В годы Великой Отечественной войны большинство мужчин, сотрудников библиотеки Казанского университета, были мобилизированы в Красную армию. В наше время трудно представить, в каких тяжелых условиях тогда работали сотрудники библиотеки. А в основном это были женщины. Зимой температура в помещениях библиотеки доходила до минус 12 градусов. Дров не хватало или их не было совсем. Чрезмерный холд был тогда настолько обычным явлением, что когда в 1942 году была температура 8-12 градусов, она была названа в отчете библиотеки нормальной. Осложняло положение темнота в помещениях. Не хватало электролампочек, использовали свечи. Совсем необычной для библиотеки была помощь раненым бойцам и командирам Красной армии, которые находились на лечении в казанских госпиталях. Например, выдача книг через межбиблиотечный абонемент. В 1941 году библиотека помогала и обслуживала 14 госпиталей. В 1943 уже 34. Кроме того, библиотека обслуживала другие эвакуированные учреждения и промышленные предприятия, медицинские заведения, людей разных профессий, оказавшихся во время войны в Казани. В военную годину библиотекари Казанского университета по мере своих сил и возможностей вместе со своей страной приближали День Победы. Он отстал 9 мая 1945 года. Более подробно познакомиться с газетой «Красная татария» можно на официальном сайте Казанского федерального университета, а также на официальных страницах научной библиотеки имени Николая Лобачевского в социальных сетях. Как говорил русский писатель Александр Герцен, публичная библиотека – это открытый стол, за который приглашен каждый. Так что до новых добрых встреч в библиотеке. Ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Радмир Софиулин, Универ Ньюс. На родину из кругосветного путешествия вернулся мастер спорта, яхтиный капитан океанского плавания и руководитель парусной школы при Федерации парусного спорта Татарстана – 72-летний Алмаз Алеев. Напомним, что из Казани вместе с Алмазом Алеевым отправились в путешествие 32-летний помощник капитана Эльфат Минибаев и 36-летний ботсман Виль Сагитов, которого позже сменил Иван Поликасов. За все время они провели более 45 тысяч километров через Средиземное море, Атлантические, Тихие и Индийские океаны. Все подробности далее. В международном аэропорту Казань Алмаза Алеева с нетерпением ждали и встретили его семья, друзья и журналисты. Он поделился своими впечатлениями и рассказал о том, как он решился отправиться в кругосветные путешествия. В конце концов, один из первых походов, когда 91-й год был у нас, уже было какое-то решение, что нужно сделать не какой-то финишный рывок, я еще, может быть, еще постараемся походить. Ну вот, это завершение карьеры такой получается моей. Ну вот, сделали. Я доволен, я доволен и не разочарован абсолютно. По словам Алмаза Алеева, земля со стороны кажется такой большой и невообразимо великой, а оказалось, что она как шарик, и ее можно проплыть. Из-за пандемии путешествие моряков могло не состояться, но все-таки они были решительны и стартовали 15 сентября из Стамбула. Тогда было страшно за команду, потому что и кончалось и топливо, и продовольствие, потому что отвечаешь за жизнь экипажа, из-за состояния лодки. И, ну, как-то вот в море, в океане есть взаимовыручка морская. Несколько раз нас выручали моряки просто, снабжали нас продовольствием, топливом. На этом все. В студии была Мария Журавлева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!